Качество звучания микса напрямую зависит от качества исходных аудиоматериалов. Сегодня я покажу вам наиболее распространенные проблемы, которые встречаются в аудиоисходниках, а также варианты их решения. Приступаем. Я загрузил WarX Multitrack, в аудиозаписях которого присутствует достаточно много разнообразных звуковых артефактов, и сейчас мы их исправим. Начнем с дорожки баса. Вы видите, что здесь присутствуют щелчки, которые, тем не менее, не слишком разборчивые, поэтому мы будем их исправлять с помощью инструмента Decrackle. Выберем интенсивность 4. Вы видите, что щелчки были удалены, и теперь давайте послушаем звучание после обработки. Сравним его с оригиналом. Я не слышу слишком сильной деградации аудиозаписи после обработки, поэтому наши действия можно считать успешными. Движемся дальше. Следующий инструмент – барабаны. Посмотрите внимательно, насколько много шума здесь. Обычно я бы предложил просто выделить фрагмент шума вот таким образом, выбрать инструмент Spectral Denoise и попробовать этот шум изучить. Но вы видите, что длина шума недостаточная для алгоритма, поэтому мы сделаем другое выделение с помощью функции LASSO. Выделяем здесь, выделяем здесь. И нажимаем Learn. Прекрасно. И дорисовываем недостающую часть. Послушаем барабаны, а потом их обработаем. Действительно, на фоне очень много шума. Степень ослабления достаточная. Рендерим. Отлично. Звучание осталось несколько винтажным, несколько зашумленным, но при этом шум теперь не раздражает. Нам не требуется удалить весь шум из этой аудиозаписи, иначе ее оригинальный характер исказится. Мы лишь делаем ее более читаемой и более подходящей для сведения. Послушаем звучание до обработки. После. Намного более приемлемое звучание. Следующий инструмент. Бочка. Здесь проблему составляет вот этот хвост. Вы видите, что он резко обрывается, и мы бы могли обработать его с помощью функции Declic, но проблема не решается. Обычно такие неприятности я исправляю с помощью Spectral Repair. Здесь есть инструмент Replace, который позволяет проанализировать аудиозапись до и после проблемного участка, и на основе полученных данных перерисовать всю необходимую информацию в нужном нам фрагменте. Рендерим. Прекрасно. Послушаем. До обработки. К сожалению, автоматически, как мы делали это раньше, подобную обработку использовать мы не можем, поэтому нужно будет пройтись по каждому из отдельных ударов бочки и вот таким образом их исправить, чтобы хвосты бочки звучали корректно. Довольно муторно, но это необходимо для того, чтобы инструменты ударной группы в миксе звучали хорошо. Следующий инструмент. Следующий инструмент. Пэд. Послушаем его. Проблема более чем очевидная. На границах нот видны очень сильные щелчки, которые действительно будут мешать миксу. Поэтому выделяем всю аудиозапись, выбираем инструмент DeClick, и здесь обычно из алгоритмов я выбираю Multiband Random Clicks. Попробуем и послушаем. Все, щелчки исчезли. Но будьте внимательны, возможно, вот эти щелчки были важным художественным элементом микса, поэтому согласуйте ваши действия с артистом в этом моменте. Но если это все-таки техническая проблема, ее желательно исправить, потому что эти щелчки будут создавать очень неприятное впечатление от звучания микса в итоге. Послушаем до обработки и после. Намного более приятное звучание. Следующий инструмент. Перкуссия. Точнее сказать, это клэпы. Здесь я вижу проблему с шумом в высоких частотах. Посмотрите внимательно. Теперь шум хорошо различим. Выбираем инструмент выделения квадрат. Выбираем фрагмент шума. Спектрал Денойз. Обучаем плагин. И профиль шума мы дорисовывать не будем. Обработаем только высокие частоты. Послушаем теперь. Прекрасно. До обработки. Отличное звучание. Вы видели, что я сделал два прохода Денойзером. Обычно, если требуется достаточно интенсивная обработка, за один проход ее делать нецелесообразно, потому что могут появиться дополнительные звуковые артефакты. А если использовать последовательно несколько более мягких обработок, конечно, звучание будет более выигрышным. Следующий инструмент. Скрипки. Прекрасно. Но какие же могут быть здесь проблемы? Я вижу, что здесь есть высокие частоты, которые, по сути, не участвуют в звучании инструмента, но создают некоторую грязь на фоне. Их я обычно убираю следующим образом. Выбираем Frequency Selection Tool, выделяем вот эту область и просто удаляем ее клавишей Delete. Послушаем теперь. До обработки. Звучание стало намного более чистым. На фоне исчезло какое-то дребезжание или писк, который действительно был неприятным и ничего полезного инструменту не добавлял. Друзья, сегодня мы разыграем лицензию на программу iZotope RX-8 Standard. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно подписаться на наш канал на YouTube, а также в комментариях под видео оставить ответ на вопрос, с какими артефактами в аудиозаписях вы сталкиваетесь чаще всего. Напоминаю, что в розыгрыше будут участвовать комментарии под видео на YouTube, поэтому оставляйте их именно там. Время проведения розыгрыша мы дополнительно объявим в нашем сообществе на YouTube. И последняя на сегодня аудиодорожка – вокал. Послушаем ее. Почему ты так, почему ты так хочешь остаться? Я бы завтра, прямо завтра пешком... Здесь я слышу две основных проблемы – это взрывные согласные и шум от электросети. Начнем их исправлять. Выделим весь аудиофайл и откроем инструмент Deplosive. Он позволит справиться со звуками B и P, которые здесь явно слишком интенсивны. Почему ты так, почему ты так хочешь остаться? Прекрасно! Теперь лишних взрывных согласных нет. И низкие частоты также не звучат как-то слишком раздуто. Решаем следующую проблему – шум от электросети. Его можно отчетливо увидеть вот здесь. Выделим вот этот фрагмент. И откроем инструмент Dehum. Он сейчас находится в своей дефолтной настройке. Но 60 Гц нам не подходит, поскольку шум от электросети у нас должен находиться в районе 50 Гц. Применим обработку. И видим, что обработка некорректная. Это значит то, что шум от электросети находится на другой частоте. Мы можем попробовать ее определить с помощью функции Learn. Проверим. И частота была изменена на 49,32 Гц. Попробуем. Прекрасно! Вы видите, что гул от электросети был удален. Но мне кажется, что 8 гармоник удалять нам не нужно. Выберем лишь 2. Обычно этого более чем достаточно. Мне кажется, что сейчас обработка некорректная. Вернемся назад. И увеличим количество гармоник. Вот. Теперь намного лучше. Послушаем. Почему ты так... Почему ты так хочешь остаться? Теперь появились дополнительные призвуки в голосе, которых раньше не было. Соответственно, обработка некорректная. Вернемся назад и уменьшим количество гармоник до 2. Послушаем. Почему ты так... Почему ты так хочешь остаться? Прекрасно! Теперь шум от электросети не настолько навязчивый, но при этом артефакты, которые мы добавили после обработки, явно не настолько страшные, как оригинальные артефакты в звучании голоса. Послушаем, как голос звучал изначально. Почему ты так... Почему ты так хочешь остаться? И как он звучит после обработок. Почему ты так... Почему ты так хочешь остаться? Мы явно потеряли в низких частотах, но это потом можно будет восстановить с помощью эквалайзера. Тем не менее, теперь в голосе нет излишних низких частот на взрывных согласных, которые могут засорить микс и сделать его слишком бубнящим или слишком нестабильным. Сегодня я показал вам основные инструменты исправления аудиоисходников, которые я использую в своей работе. Ну а новые модули, доступные в RX-8, я недавно показывал в одном из наших видео. Если ваши миксы до сих пор звучат грязно и неустойчиво, проверьте, возможно проблема не в ваших навыках, а в исходниках, с которыми вы работаете. И если это так, RX поможет исправить все эти неприятности в мгновение ока. Большое спасибо за внимание. Увидимся завтра. Плывите к звуку. Редактор субтитров А.Семкин